Продолжение следует... Здравствуйте, Александр Валерьевич. Для начала расскажите нам об ассоциации, какие основные цели ее деятельности и как давно она работает. Вы знаете, что в 2014 году мы перешли из украинского правового поля в российское правовое поле. И многие предприниматели, особенно среднего и малого бизнеса, оказались в такой ситуации, когда у них не было и правовой помощи, и юридической помощи, и бухгалтерской помощи в новых экономических реалиях. И, в общем-то, это само объединение, как в свое время неоднократно было в нашей истории, допустим, если вспомнить Минина и Пожарского, предприниматели Крыма, полуострова Крыма, объединились в движение предпринимательское. Впоследствии в 2015 году мы получили юридический статус с названием Ассоциация предпринимателей Республики Крым и города Севастополя. То есть мы работаем в двух субъектах. Что касается вашей деятельности, какие основные моменты здесь? Ну, мы прежде всего оказываем, как я уже повторюсь, юридическую, бухгалтерскую помощь, проводим различные обучающие семинары, тренинги и работаем максимально с предпринимательским сообществом. Ну вот давайте поговорим о ближайших мероприятиях. Что запланировано? Если можно, я дополню. Основная цель еще Ассоциации это взаимодействие не только между предпринимателями разного уровня, то есть малого, среднего и большого уровня, где можно поделиться опытом предпринимателя с большим стажем и задором начинающим предпринимателям. Но это и взаимодействие между всеми ветвями власти, то есть это и муниципальными, и республиканскими, то есть максимальное взаимодействие между, скажем так, чиновниками и общественниками и, безусловно, самими предпринимателями. Также это взаимодействие между предпринимателями и клиентами предпринимателями, то есть нашими клиентами, потому что есть всякие спорные вопросы, которые мы решаем. Также у нас достаточно большой опыт взаимодействия с ассоциациями, предпринимательскими сообществами, различными союзами, которые находятся на материке и даже есть за границей, то есть там, допустим, Ассоциация предпринимателей Баварии. Ну и я повторю свой вопрос. Какие ближайшие мероприятия запланированы? Ближайшие мероприятия, ну, если мы будем говорить, у нас 8 декабря огромный семинар, это мы пригласили... То есть сегодня? Да, вот, в Симферополе, он начался вот с 11 часов и будет до вечера идти, это в Русском драматическом театре. 9-го у нас мероприятия, у нас пригласили нашего крымского спикера Павла Ермоленко, который уже 17 лет работает в сфере обучения предпринимательских предпринимателей, тренинги, мероприятия, сам он является предпринимателем тоже. И вот мы краткий экскурс, 5 его тем, там и коуч, и тайм-менеджмент, и управление персоналом эффективное. Каждую тему он, которым рассказывает 2-3 дня, ну, мы так попросили его сделать за полчаса. То есть, ну, самая изюминка. Вот будет 5 лекций от Павла Ермоленко. Начало в 4 часа, это 9-го. 10-го у нас мероприятие тоже в нашем главном офисе, у нас главный офис находится в городе Симферополе по улице Богдана Хмельницкого, 15. Будет 10-го. Это совместное мероприятие с ассоциацией спортсменов Крыма, где будут представлены различные социальные проекты. Это и турники, и развитие спорта, и вообще спортивные отрасли. От дворового спорта до высоких достижений будут приглашены спортсмены, которые имеют золотые медали на международных соревнованиях, олимпийских в том числе. Где могут поделиться опытом взаимодействия. В воскресенье, это 11-е число, у нас с материка, с Москвы мы привезли с Питера, совместно с фондом предпринимательского содействия Республики Крым и Министерства финансов Республики Крым будет мероприятие, где 7 нот менеджмента успеха. Тоже будет по Богдану Ахменистскому 15 в городе Симферополе. Ну если уже говорить дальше, понедельник у нас совместное мероприятие с нашими добрыми теплыми отношениями, у нас с ассоциацией детей-инвалидов. Там приедут детки, которые покажут спектакль, будут различные мастер-классы для них, психологи там работать будут. Ну и вот нас в качестве как партнеров пригласили, потому что мы достаточно часто помогаем данной ассоциации. Ну и так можно нарезать и Новый год, и еще мероприятия мероприятия. У нас практически каждый день расписан. Ну вот что касается именно семинаров, каких-то обучающих мероприятий, да, кому они будут интересны, и кто может туда попасть и как? Ну у нас есть сайт aprks.com, либо предпринимателиkrymavmesti.rf, где любой желающий сможет ознакомиться с перечнем наших мероприятий. Непосредственно там есть телефоны контактные, можно зарегистрироваться, оставить заявку, отзыв. Плюс есть социальные сети, это и Facebook, и ВКонтакте, предприниматели Крыма набрать, то есть в принципе, или бизнес Крыма, они в поисковике в топе вылазят. Ну и там проходит какая-то регистрация, необходима ли она? Есть мероприятия с регистрацией онлайн. Ну давайте поговорим о тех, которые вот на ближайшие субботы, воскресенья, допустим. Суббота, воскресенье, ну даже вот можно пятницу, да, завтра, соответственно, регистрации не нужно, у нас достаточно своих, на свое помещение большое, мы вмещаем туда 70-80 человек, где на 2,5 часа будет мероприятие, это 5 различных лекций с 5-минутными перерывами. И впоследствии молодые предприниматели с более опытными предпринимателями, которые входят в нашу ассоциацию, смогут, ну такая как бы кофе-пауза, да, но она такая, она полторачасовая примерно планируется, где можно в свободной форме, ну рассказать о своих проектах, познакомиться с другими предпринимателями. А есть ли какие-то критерии, кстати говоря, членства вашей ассоциации? Вы уже упомянули, что просто более опытные они являются членами, а молодые не являются? Нет, конечно, у нас постоянно идет регистрация, в среднем 3-4 предпринимателя в неделю подают заявку, алгоритм следующий, можно на сайте подать заявку и оставить свои контактные данные, с вами свяжется наш менеджер, который вышлет анкету, заполняйте анкету, мы проверяем, насколько, ну скажем так, порядочный предприниматель, потому что в анкете там указывается его опыт, деятельность и так далее, какие-то партнеры мы связываемся и так далее, потому что членство в нашей ассоциации, по сути, это бренд, за который в том числе я лично, как председатель, ручаюсь, что этот предприниматель, ну достойный человек, с ним можно вести и предприниматель, достойно можно вести дела финансовые, соответственно, ну мы вот стараемся за нашим брендом следить. То есть вступление в ассоциацию это такой, как бы момент есть здесь престижа определенного, да, а какие еще есть плюсы? Ну еще из критериев, человек, предприниматель или организация подает заявку, до двух месяцев мы, она остается кандидатом, и за это время мы как раз смотрим за деятельностью предприятия, за ее партнерами, то есть она уже входит, может посещать наши мероприятия, тренинги, но она является кандидатом, а потом идет примерно раз в два, два с половиной месяца уже прием целенаправленно, там какой-то группы предпринимателей, которые накапливаются за это время. Какие плюсы? У нас есть бесплатная юридическая помощь, у нас есть бесплатная бухгалтерская помощь, у нас либо в основном все мероприятия идут на безоплатной основе для наших членов ассоциации, либо с какими-то минимальными взносами, ну то есть там есть и начиная от выходов на пикник или походы в театр и заканчивая там огромными семинарами, где можно в том числе и презентовать свой продукт. Плюс у нас есть хорошее взаимоотношение, я уже сказал, с ассоциациями, которые расположены не только в Крыму или ассоциациями, которые занимаются не только в предпринимательской области. Соответственно, это тоже дает свой плюс. Плюс у нас мы помогаем в грантовой сфере, то есть это начиная от муниципальных различных мелких грантов, там от 20 тысяч и заканчивая президентскими там 10 миллионами, где мы помогаем полностью от документа оборота, сопровождения, закрытия, получения гранта, закрытия, отчетности и так далее. То есть широкий спектр таких услуг у нас есть специалисты. Плюс есть интересный момент, это синергия. Когда такое правило 1 плюс 1 не 2, а уже 4 или 5. Когда вот предприниматели заряжены общим вектором на успех, они больше всего могут достигать. Плюс у нас есть такой интересный метод, когда мы берем в среднем 6 человек одного уровня, допустим, средних предпринимателей. И каждый предприниматель, у него уже есть свободное время, то есть он может своей фирме меньше уделять времени, допустим, 2 раза в неделю, а 5 дней в неделю на безоплатной основе работать у коллеги. Но он является профессионалом там, либо в менеджменте, либо в бухгалтерии, либо в наеме персонала, либо в развитии, то есть может филиалы открывать, филиальную систему. И вот эти 6 предпринимателей друг у друга работают по 1,5-2 месяца. В итоге как наемные обычные служащие, но без зарплаты. Ну в обмен на 5 кг. В обмен, да. И получается, что будучи профессионалами в каждой своей сфере, компания на 10 порядков просто взлетает, даже вот очень мелко. Начиная, там ребята у нас заправщики принтеров были, а часто у них там 10-12 офисов по Крыму. Ну то есть скачок прям меньше, чем за год произошел колоссальнейший скачок. Ну что ж, Александр Валерьевич, давайте в заключение. И еще раз повторим, где можно узнать какие-то новости о деятельности ассоциаций и также как попасть на мероприятия. У нас есть сайт предпринимателикрыма.рф. Это кириллица и латиница aprks.com. Всю информацию доступна на данных ресурсах. И плюс есть, если набрать предпринимателей Крыма или бизнесмены Крыма в Фейсбуке, либо ВКонтакте, соответственно, тоже можно найти. Можно найти также, если в тех же социальных сетях набрать Чернов Александр, предпринимателей или вот с какими-то синонимами этих слов, тоже вылазит в топ. И, соответственно, тоже можно найти, связаться со мной. Есть мои контакты, телефоны. Ну мы стараемся со всеми работать и сотрудничать. Ну что ж, я вам желаю успехов в работе. Сегодня спасибо, что к нам пришли в студию и ответили на вопросы. Спасибо, что пригласили. Напомню, у нас в гостях был председатель управления Ассоциацией предпринимателей Республики Крым и Севастополя Александр Чернов. Эфир информационного канала Севастополя продолжается. Не переключайтесь.